так то и сейчас мы находимся на блокпосте на блокпосту коровка хорошо а мне показалось ли там что-то громыхает интервью мы здесь будем писать прокомментируйте пожалуйста представьтесь и прокомментируйте пожалуйста вот мы сейчас находимся на блокпосте в карловке это сколько от донецка по километражу 40 километров и что в настоящий момент вот сейчас здесь происходит в связи с тем что украинское правительство объявила о наступлении на донецк и луганск третий день по непонятным причинам затишье до этого момента по блокпосту и по населенному пункту работал град гаубицы танки сейчас либо у них закончились боеприпасы либо у них какая-то команда на третий день уже тихо спокойно а может это быть перед дислокация с их стороны может и перед дислокация вчера приезжал сюда ярош для поднятия морального духа своих солдат но последствия пока неизвестно а скажите пожалуйста с той стороны если он приезжал там я правильно поняла и украинская армия и правый сектор против нас сражается правый сектор батальон донбасс днепр и батальон каскад это поляки наемник а как можно это то есть это видели ваши ополченцы вот по поводу наемников поподробнее по поводу наемников три дня назад мои ополченцы отработали троих граждан песочной форме символикой подразделения каскад подразделение каскад состоит в основном из польских и скажите пожалуйста в карловке сколько мирного населения находится сейчас на данный момент практически все население эвакуировано те которые было куда уехать уехали остальные в количестве 60 человек находится бомбоубежище и единицы пожилого возраста которым некуда ехать и присматривают такой вопрос по поводу снайперов работают ли здесь снайпера и какую зону они простреливают жилые дома они простреливают или конкретно по блокпосту снайпера есть снайпера находится на удалении 800000 и работают по зданиям облах посту все а сейчас мы пойдем как бы я так понимаю и снимем ту сторону вы прокомментируете пока я буду снимать ту сторону где находится украинская армия если можно из дома Отсюда можете снять позиции, где они находятся. Там населенный пункт какой? Там дачный поселок. Да, братик. Полная газель. Чтоб 10 огнетушителей. Возьми себе машину отправь. Только предупреди, что через карлоку машина не пройдет. Чтоб 10 огнетушителей. На всякий случай. Все, давай. Так, а можно вот поподробнее? Вот та дорога, это у нас куда пошла дальше? Это на Красноармейске. А что у нас сейчас в Красноармейске? Там украинская сторона стоит? Да, да, да. Ближайший украинский блокпост от данного места по вот этой трассе 5 километров. А по поводу вот градов, они с какой стороны бьют? Как раз с той же стороны бьют. Вот оттуда, да? Против нас сейчас стоит на Галлициновке 6 градов. И за Галлициновкой, это вот населенный пункт, там еще 6 градов. Так же само там стоят гаубицы. И вот тут вот за дачным поселком Д-30, 4 штуки гаубицы. А вот по поводу снайперов, как бы, в принципе, информация есть, что это работают иностранные снайпера. Это как-то подтверждается? Эту информацию я подтвердить не могу, потому что мы работаем на расстоянии по снайперам. Зачищать дачный поселок мы не зачищали, команды такой не было. А в дачном поселке в этом там люди есть? По возможности мы всех эвакуировали. Но все равно какое-то население есть, да? Может кто-то и остался, но мы зачистили, посмотрели перед тем, как было наступление с их стороны. Мы всех оповестили. Кто имел желание, выехал. Ну, а в принципе, вот ваши прогнозы были же уже в ситуации, когда они замолкали и потом что-то происходило? Потом возобновлялось. Ну, как правило, они действуют по стандартной схеме. То есть вот на примере того, что было, это что после затишья обычно происходило? Стандартной схемы нет. Были такие дни, что с утра до 7 вечера шел беспрерывный артобстрел. Было такое, что артобстрел на 2-3 часа потом замолкало, потом опять возобновлялось. А вот так вот, чтобы шли они в наступление, они такого не практикуют? Практикуют один бой, 23 мая был с батальоном Донбасс. И буквально 4 дня назад батальон Донбасс опять пытался прорваться сквозь защиту. Мы их разбили, поэтому приезжал Ярош для поднятия духа бойцов. А вот вы лично, я так понимаю, что пленные были с той стороны. Вы лично вот как прокомментируете? Это люди, которые идут за деньги. То есть, ну это ж можно при разговоре определить. Либо это действительно есть те, которые, как их называют, нацисты и... Есть и нацисты, есть и такие, которых заставили сюда идти под угрозом расправы их семей. А вообще происходит такое, что они, те, которых срочники и еще кто-то привозят, они сдаются? Срочники воевать не хотят. И были очень много случаев, что они просто сдавались, чтобы не воевать. Ну, я знаю, что, по крайней мере, в Луганске, да, срочники, которые хотели сдаваться, была информация, что сзади шли представители правого сектора и как бы их зачищали. Так точно. И здесь такое? И здесь то же самое. И вот еще, пожалуйста, прокомментируйте отход, вот ваш моральный боевой настрой после того, как... Никто никуда отходить не собирается. Нет, я имею в виду, после того, как Славянск и Краматорск временно как бы вот оставили, да, вот просто хотели бы вы обратиться и сказать ваше настроение, то есть насколько... Руководство приняло такое решение, значит, так нужно было. Мы здесь отступать не собираемся. А вы местный житель, правильно? Я коренной дончанин, представляю батальон «Восток», позывной «Скорпион». Спасибо.